Приоритетные задачи программы газификации на 2023 год в Верхней Волжье обозначены на рабочей встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени и генерального директора Газпром Межрегион Газа Сергея Густава. Программа газификации региона и проект по бесплатной догазификации домовладений граждан реализуется по поручению президента Владимира Путина. Об итогах встречи смотрите прямо сейчас. Игорь Рудени рассказал Сергею Густаву, что в Тверской области одно из ключевых направлений газификации территории, имеющей перспективу развития в будущем. Ведь это один из шагов для развития экономики этих муниципальных образований. Одним из значимых мероприятий по данному направлению должен стать переход котельных в муниципалитетах на природный газ. У нас полностью сформирован, официально принятый, опубликован бюджет Тверской области на три года, 23, 24, 25. При этом одна из самых больших статей затрат – это газификация Тверской области. Потому что мы прекрасно понимаем, что сегодня для успешного развития экономики требуется наличие природного газа в муниципальных образованиях, где создаются точки роста. Кроме этого, перевод на природный газ котельных для отопления и горячего водоснабжения социальных учреждений тоже является необходимым процессом. За прошлый год в Тверской области построено около 360 километров газопроводов. Завершился первый этап газификации юго-запада региона. Природный газ пришел в поселок Жарковский. Завершено строительство внутрипоселкового газопровода в Красном холме. Участники встречи отметили хорошие темпы исполнения договоров на догазификацию. В Тверской области газ подведен до границ земельных участков 7,5 тысяч заявителей. Успешно. Спасибо, Игорь Михайлович, вам реализована в 2022 году программа догазификации. У нас есть рейтинг правительства Российской Федерации, который ведет его в программе догазификации. По количеству доведенных газопроводов до границ земельных участков людей, подавших заявку, вы выше верхней части этого рейтинга. В планах на этот год достроить газопровод Бежицк-Максатиха длиною 60 километров. Суммарно 158 километров труб протянутся в Оленинском, Киморском, Нелидовском, Осташковском, Ржевском, Лихославльском и еще нескольких округах, а также в Бежицком районе. Продолжение следует...